А российская пропаганда поехала в международный тур. Но так как открытых стран для россиян почти не осталось, то начали они с Северной Кореи. Первое в истории человечества прямое включение из КНДР. Я очень надеюсь, что оно не сорвется. Я сейчас действительно в Северной Корее, в самом сердце Пхеньяна. Здесь уже полночь, первый час ночи, поэтому за моей спиной так мало людей. Так мало людей там, как мне кажется, только из-за плохого запаха от Скобеевой. Вы только посмотрите, с каким перепуганным лицом она стоит. Но дабы ее не казнили, она решила похвалить местечко. Но ничего лучше не придумала, чем сказать, что там просто есть интернет. Тем не менее, как вы можете обратить внимание, вопреки бесконечным слухам и спекуляциям, в Северной Корее есть интернет. Рядом со мной не стоит, товарищ майор. Наши действия вообще никто не контролирует. Людей мало лишь потому, что народ уже спит. На улице совсем темно, и там людей не осталось. Еще раз скажу. Первый час ночи. Нам в какой-то момент сказали, что для того, чтобы тщательно контролировать наши действия, каждому журналисту дадут спецповязку для того, чтобы увидеть, что он делает. И каждый северокореец понимал, что это иностранец, но нет. Никаких повязок нет. Зачем? Если ты и так на мушке. А еще днем там солнышко есть, а ночью звезды. Что еще надо для потрясающей жизни в Северной Корее? И еще. Если там с интернетом все отлично. Почему? Это первый прямой эфир в истории человечества. Что ж, жалкое зрелище. Не понимаю, как вот это до сих пор смотрят в РФ.